все друзья мы сейчас сочи вот необычно неожиданно вы решили посетить соседнюю страну россию говорите как выглядит аэропорт сочи вот такая здесь атмосферка такси на выбор елена александровна отбивается в итоге мы не ждут не стали мелочиться поедем так ребят ну вот сразу знакомства такие у нас такой кабриолет можно будет заказать можно будет это просто пригласить до встретить просто встретить можно а можно еще и арендовать на сутки сколько будет стоить если интересно напишите мы конечно ответим мы заселились в отель или аду у нас номер полу люкс видом на море и панорамными окнами посмотрите какая красота и шум прибоя будем любоваться и закатами ну отель конечно очень-очень простой в принципе все что нам необходимо здесь есть вот такая горна есть фен полотенца стандартный набор чайный мебель телевизор купили чурчхайлов первая наша покупка в сачах в сачах как будто мы в грузии мы пришли на набережную погода конечно здесь сачах нас встретила не очень теплая посмотрите отель делос находится прямо на берегу на набережной это неплохой отельчик так что будем его иметь в виду делос отель 4 городской пляж огонек 2 так как нас научили в грузии кушать на чипури по аджаски так как нас научили в грузии кушать на чипури по аджаски переходите в наш инстаграм где много информации о путешествиях ссылка под видео в описании вот так обычно с утра здесь на волнорезах рыбачат рыбаки вот такие виды шикарные посмотрите вот примерно такой завтрак можно заказать в отеле или ада но на самом деле предлагается два вида завтрака английский и приводский есть блинчики есть круассаны каша и такие бельгийские расскажу немножко про наш отель отель находится прямо рядом с ж.д. вокзалом сочи видите прям на берег почему мы выбрали именно этот отель ну все просто лена когда-то с детьми отдыхала в этом отеле когда еще работала а бухгалтерии вот они приезжали сочи с детьми со своей мамой вот новый поэтому запомнился и этот отель мы его выбрали конечно же не пожалели потому что в первую очередь это виды из окна это панорамное окно ну сами понимаете совсем другие впечатления вторая причина по которой выбран именно этот отель потому что он находится прямо рядом с ж.д. вокзалом с которого можно уехать в любую точку в том числе и сочи в центральной сочи можно электрички добраться до туда всего лишь за 20 25 минут мы еще этого не делали поэтому нам сказали что именно такое время понадобится чтобы добраться до сочи поэтому отель в принципе неплохой но и кстати он всего лишь в десяти минутах езды от аэропорта поэтому тоже плюс сейчас я иду по набережной нашего отеля такие квартиры скорее всего я уточню что это но здесь живут люди и вот прям на берегу моря если вы их также сдают а вот так выглядит наш отель отель ильяна который находится несколько метров от вокзала закрытые кабины а с панорамным обзором с адаптациям и медленно они предназначены шесть восемь 1 у вас в руках анкета вот ее заполнить и побежать смотрите налево пожалуйста как должно быть сейчас это эффектно да здорово смотрите налево и вы видите вот сейчас на середину моста объедем и вы увидите это смотрите какой огромный мост видите с левой стороны это и есть скай парк слышали про такой вот теперь вы увидите собственными глазами длина этого моста 400 метров обидеть и даже трос виситность на средней капсуле видите именно оттуда и совершается вот это безумие это прыжка приехали на первую нашу стоянку ущелье реки сын да сейчас я вам покажу это просто и Здесь занимается какое-то кино. Ой, какая красотина! Посмотрите. Заходите, если что-нибудь. Дегустация мёля. Здравствуйте. Погодите, присаживайтесь, пожалуйста. Вы жанна СССР, правильно? Да, мы жанна СССР. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас вектор подойдёт. Добрый день. Здравствуйте. Обязательная часть экскурсии – это посещение каких-либо магазинов, ресторанов. Ну, мы не пожалели на самом деле. Мы вкусно отобедали, попробовали местного вина, скушали форель и отправляемся дальше. Ну, посмотрите, какие. Ну, это же вообще просто сказки. Олимпийский мир. Каждый горнолыжный курорт – это отдельное царство государства. У каждого своя канатная дорога, своя администрация, свои цены. С правой стороны сейчас вы увидите канатную дорогу, принадлежащую первому магазину. Газпром, он очень уединённый. Мы сейчас будем сворачивать сюда. Очень закрытый и очень… Смотрим. Резиденция нашего правительства. Вот она, видите, тёмно-коричневые особняки. Вот поэтому я и говорю, передавайте приветы, машите ручкой. Ребят, приехали мы на Роза Хутор, чтобы подняться по канатной дороге на самый верх 2800, по-моему, чем-то метров. Не помню точно с цифрами, память плохая, поэтому сейчас будем показывать вам… Нас предупредили, что будет, конечно, прохладно. Но всё-таки май, поэтому погода ещё такая не очень. Вот видите, в горах там за нами прям тучи и дождь идёт. Так что, если в такое время едете, теплее одевайтесь. Внизу в шортах ходить можно, а наверху в горы одевайтесь. Давайте будем просто смотреть, какая здесь красота. Обратите внимание, людей достаточно много. Хотя сейчас межсезон, длинный сезон запомнился, а длинный сезон ещё не начался. Но туристов достаточно много. Так, расскажу немножко про то, как нам вообще обошлась… во сколько, вернее, нам обошлась данная экскурсия. Если вы помните, мы забронировали номер в отеле Илиада. В отеле Илиада предоставлялась бесплатная экскурсия на Красную Поляну. Вот в рамках этой экскурсии мы посетили, в общем-то, вот эти все места. И сейчас нас привезли на Роза Хутор для того, чтобы подняться по канатной дороге. Вот стоимость билета – 2400 рублей за одного человека. Это на самую верхнюю точку. Ну вот, в общем-то, как бы и все. То есть, все наши затраты – это то, что мы потратили на еду, купили вино и поднялись на канатной дороге. Заняться на Роза Хутор, если вы не поднимаетесь, покататься на птихиоспидов. Здесь есть прокат. Вот такие виды. Надо смотреть, а не снимать. Да. Ой, красота. Мы застряли на высоте, в кабинете сидели. Зависли. Все, поехали. А, все, поехали. Это очередная высота, и здесь нас встречают знаменитые троица. Здесь все нормально. Мы добрались до снега. Ребят, посмотрите, какая красота. Конечно, если бы еще не погода, было бы здесь вообще обалденно. Сюда можно приезжать на целый день, и вы не пожалеете. Быстро и легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz. Ссылка на сайт в описании под видео. Сегодня уже немножко теплее, люди пришли загорать. Мельчаки, конечно, купаются. Мельчака прям прозрачная, прозрачная. Море спокойное. Вот такой берег около отеля Идиада. Галька не сильно крупная. Заход, ну, в принципе, в местах есть и похуже. На самом деле мы приехали для того, чтобы увидеться с моим другом, с другом Алексеем. Сегодня мы с ним встретимся. Поездим по Сочи. Он нам расскажет и покажет. Ну, и вообще мы давно с ним не виделись. Уже лет 20, наверное. Да прям 20. Мы у него были на свадьбе в Омске. Все, мы, в общем, заходим сейчас в вокзал Сочи. Вот смотрите, какие прекрасные виды открываются с этого вокзала просто за спиной. Красота неземная. Вот такой вокзал в городе Адвер. С которого отправляются поезда электрические в разные стороны. Роза, фута. Красную поляну. И вот в той стороне Сочи. Мы быстренько прошли на посадку. Всего 144 рубля стоит билет на одного. Через 8 минут придет наш поезд и мы отправляемся в Сочи. Вот наш поезд. Вот такие виды открываются из окна нашего поезда, который мчит нас в Сочи. Мы прибыли в Сочи. На поезде «Ласточка». На поезде «Ласточка». Очень комфортная. 30 минут пути. Адлеш Сочи. Все, мы здесь. Мы встретились уже. Леша рассказывает уже про достопримечательности Сочи. Мы подходим на набережную Сочи. Это морской пор. Да? Да. Морской пор в Сочи. Здравствуйте. 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 Морской пор. Пока нет. Пока в Лесе. Не знаю. Уездный лайнер. Куда он ходит? По флагам Казахстана и Турции. Сочи, Турция. вот такие активисты здесь прямо знаменитые источнические пляжи, сейчас здесь на столе но ночью посмотришь, что здесь все мерцает, непонятно какими-то волейбольные поля и действующие маяки Серёша нас привел в медийное место с такими видами, с такими дамами, с такими тазиками Переходите в наш инстаграм, где много информации о путешествиях ссылка под видео в описании Сегодня мы решили поехать в Олимпийскую деревню где находятся все объекты Олимпийских игр 2014 года Это, как всегда, не успевает за мной вот за моей спиной все эти знаменитые объекты Сейчас, конечно, пустовато, потому что нет никаких событий но на самом деле все функционирует, все используется и весь район, этот Сириус, он, конечно, живет Сюда вообще можно приезжать Очень даже нужно сюда приезжать потому что здесь достаточно современно здесь не так загружена инфраструктура и вечером здесь просто безумно красиво Еще мы хотим рассказать то, что с нами произошло Это было вчера В общем, мы поехали в Сочи встречаться с нашим другом и, конечно же, не получилось отснять нам всю атмосферу весь день пребывания в этом Сочи потому что Лена отравилась с ней случился приступ отравления в результате чего мы поехали экстренно в больницу В больнице, конечно же, нас спасибо докторам приняли Почему говорю спасибо? Потому что у них было абсолютное право не принимать нас так как мы граждане Казахстана и поехали без страховок Поэтому, ребят, не забывайте про страховки даже если вы сами покупаете билеты сами бронируете отель обязательно берите страховки она вам пригодится Страховки не такие уж и дорогие они, в принципе, стоят копейки чем вы заплатите в поликлиниках и в скорых помощях потом за оказание медицинской помощи причем, знаете, отравиться можно любой человек я вообще получилась мы мидии кушали в классном ресторане было очень вкусно может быть, одна мидия попалась да, и у меня такой приступ, вплоть до давления я упала, ну, практически упала в уморок то есть вообще страшно было хотя мы очень много где бываем кушаем разную пищу да, я ко всему привыкшая то есть у меня не слабый желудок но вот так произошло и мы очень пожалели, что не купили себе страховку а мы просто про нее забыли, честно говоря вот так что имейте в виду да, ну и напоминаем мы туристическое агентство если вы у нас бронируете тур мы, конечно же, все организуем мы можем приобрести отдельно билеты из Казахстана вернее, для казахстанцев из России почему мы про это так говорим? потому что не все казахстанцы могут приобрести билеты на сервисах, на российских сервисах из-за того, что нет возможности оплатить казахстанскими картами мы можем организовать, в общем, билеты забронировать отель и оформить страховку все, обращайтесь к нам за турами в Сочи и не только мы подходим к развлекательному комплексу Сочи Парк это вот гостиница Богатыр кстати, всем гостям гостиницы предоставляется бесплатный вход в этот Сочи Парк давайте посмотрим, какие мощные аттракционы в метр подъемы на самой машине и подъем ст高-лайн-сочи стим-сочи постепенно если же не отец в гостиница и в гостиница мы прошла в гостиница в Германия Традиционно взяли велики и погнали по Сочи парку. У нас уже родилась традиция погонять на великах и посмотреть все что творится вокруг так что вперед погнали вот еще одно доказательство того что в Сочи все замечательно строится огромная арена сцена где будет выступать звезды и проводиться различные фестивали Формула-1 где проходили гонки самые знаменитые гонщики здесь выступали чем знаменита трасса это большой поворот нигде в мире нету в трассе что 90 метров идет в повороте и также самая длинная прямая когда гонщики со старта разгонялись до конца до максимальной скорости и потом сбрасывали и проходили в поворот в 90 градусов вот такое знаменитое место вот это комплекс монтера резиденция вью с видом на море смотрите какого уровня качества но с этими апартаментами не все понятно но тем не менее смотрите какая красота и еще 50 метров и там будет море федеральная территория Сириус Эмеретинская набережная вот сделано место для отдыха людей беговые дорожки, прогулочные дорожки и также большой пляж вот такая вот атмосферка здесь на набережной Сириуса люди спокойно идут протяженность очень большая несколько километров я так понял что порядка 3-4 километров вдоль моря так что есть где разгуляться смотрите ребят стеклодубная мастерская девушка сидит, работает, изготавливает какие-то чудеса сейчас мы будем посмотреть ой, такой вот есть вот это все сделано вручную а кого они делают? хотите отдохнуть в шикарном отеле вот пожалуйста Рэдисон в Сочи с огромнейшей красивой территорией и со своей территорией пляжа все пляжи конечно муниципальные но они выделили свою территорию и завезли песочек белоснежный и вот люди отдыхают на шезлонгах в белоснежном песочке но вход Галечка Галечка все равно будет вот смотрите видите вход Галька очень-очень красиво так лежаки детские зоны все под навесом полотенчики все мы приехали в бургерную высота 5 часов 42 это бургерная великого ресторатора находится прямо на берегу рядом с морем ну ребят нам уже сделали бургеры мощнейшие бургеры сейчас будем их лопать приятного нам аппетита Ирунчик приятного аппетита и ребят ну мы поели вообще просто бомба шикарно Леша нас удивил этими булками бургерами бургерами ну не Леша вернее а сеть ресторанов Новикова давай пошли ты за мной мне сюда все идем дальше прогуливаться по набережной и любоваться этой красотой вот так вот вам ориентир где найти эту бургерную ну вообще на самом деле это ресторан ресторан 5,642 это высота Эвереста а еще есть здесь же булочная куда мы сейчас зайдем и посмотрим что же нам рекомендуют ее обязательно посетить здесь можно попить кофе с выпечкой от этого ресторана все изучила что мы будем кушать здесь ну уже попозже только мы съели барки бургер вот вот такие бюджет все водовозные булки 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 все здесь готовят все здесь сразу выпекают пироги пироги прикупить ну и конечно попить аром кофе незаметно прошли такое большое расстояние вот за Леной видите это фишт фишт обалдеть тополи тополи прошли очень много это еще одно место которое находится прямо на берегу моря недостаточно комфортно высокого уровня отдых здесь сразу выход на море все же так красиво организован спортивная площадочка фарк отель акта вот так он расположен здесь есть виллы где есть свой бассейн фонтанчик все прям рядышком классно так как будто с квадрокоптера снимают да такого типа кабаны делают здесь смотрите мы видим дельфинов которые проплывают здесь рядышком обалдеть это прямо с берегом море видно дельфинов это москоп умеют это не важно да это это муха ну то как вот вам улочка очень аккуратненько красивая здесь такие интересные рестораны блин ребят я не знаю как это назвать насколько здесь много приверженцев спорта смотрите там бесконечное количество площадок очень много играющих вообще обалдеть смотрите какая уникальная площадка смотровая площадки закат все это место которое находится уже рядом с объектами очень спортивное место здесь сразу передо мной трибуна транслируются какие-то матчи там дальше разные площадки для активных видов спорта волейбол футбол есть волейбольный волейбол на песке место просто бурной энергии спортивной бодрой энергии ребят но вот здесь хотите прям арендовать такую машинку чтобы удивить кого-нибудь своих есть такой 3 цикл такие мастер-глест мустанги бомбочка и mercedes все можно арендовать вот номера телефона можно прям к ним подойти созвониться сейчас торопимся на поющую фонтан это было на этой площади сейчас конечно смотрите сколько народу и легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz ссылка на сайт в описании под видео четвертый день нашего пребывания 6 утра даже без 15 6 мы идем на остановочку нас будет встречать автобус и мы поедем в Абхазию да мы отправляемся в Абхазию на экскурсию называется золотое кольцо Абхазии все ребят мы приехали в Абхазию это первая наша стоянка ресторан нам разрешают здесь всего лишь пять минут пофотографироваться подняться и посмотреть с высоты немножко расскажу немножко про нашу дорогу в общем мы прошли границу достаточно быстро проходит границу на российской стороне паспортный контроль обычный на стороне Абхазии как такового контроля нет просто даже не выходят из автобуса туристы пограничник заходит в сам автобус открываешь паспорта он смотрит и все и весь паспортный контроль то есть сторону Абхазию проходит за несколько минут мы нашли красивую место красивую локацию но все-таки смотрите как здорово красиво что сказать вот так вот это все выглядит да Абхазия это немножко истории из наших фильмов зимний вечер в Гаграх это зимний музей и сейчас за моей спиной арка где Панкратов черный танцевал свою чечетку представляете вот эти места такие знаменитые ну-ка давай Лена танцевать давай мать коника нам вот на таких микрофоксов проводится эта экскурсия у нас есть свой вид который очень хорошо рассказывает обо всем и преимущество в том что на автобусах на микроавтобусах в том что больше посещений то есть маленьким автобусом разрешают заезжать в те места которые не разрешают заезжать большим ну а экскурсию мы покупали в туристическом агентстве СССР Тур название такое если нужны контакты мы тоже можем оставить в описании под нашим видео ну и не забывайте если вы хотите забронировать тур в Абхазию или в Сочи это тоже мы можем организовать для казахстанцев из городов России или любого другого города России а вот зело когда мы приезжаем они вообще не двигаются они все так собираются вместе им холодно поэтому даже туристы подходят так стучаться по стеклу говорят да мама они живые да живые из всех пчел в мире друзья мои которые именно мед делают именно мед делают из всех пчел в мире это самая маленькая пчела по размеру это серая кавказская пчела так и называется серая кавказская в Абхазии называют да она самая трудолюбивая в Абхазии она у нас ласково называют нас привели на дегустацию меда намного интереснее все осталось как отдыхать не работа да густевая только вы не молчите ваше молчание не пугает медом медом назвали нашей пачки пять месяцев ознакомлюсь с продукцией про свойства готова расскажу как надо про меду все мы напробовались меда напробовались вина чачи коньяка все конечно шикарные презентация просто бомба но мы купили мед лена выиграла так скажем за свою эрудицию бутылочку напитка кваса медового кваса в общем хорошее впечатление на самом деле поэтому продолжаем нашу экскурсию наше путешествие сейчас мы находимся напоминаю медовый двор абхазии снимаю вам атмосферу этого места смотрите в каких местах какие горы высоченные горы чистейший воздух здорово здесь вообще это зиплайн это зиплайн река Бзынта река Бзынта зиплайн по которому вернее можно пронестись через эту реку смотрите какая красивая река нет 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 вот там цепляют сейчас она понесется вдоль реки мы топаем голубому озеру смотрите какая скала это небольшое голубое озеро смотровой площадки наше очевидное остановка река Бзынта мне очень понравилось на голубое озеро прилетели павлины когда люди ушли там остановка называется мужские слезы вот такой вот водопад я спрашиваю колесец здесь здесь ярко он залой теплососмена горный мед холодная мель Вот в таких иглочках продают. Красота. Автомобиль из фильма операции. Сюда дороги нет. Они только на этой парковочной площадке и разворачиваются. Здесь узкая дорога проходит. Во-первых, во-вторых, у них парковочных мест для больших автобусов. Для нас тут кое-как мы паркуемся, когда много туристов. Помните, утром я вам рассказывала, что озеро Рица имеет форму восьмерочкой. Выхитый. Ой, господи, да? Часто наши туристы, когда мы здесь проезжаем, кричат, ой, мамочки, как же тут страшно, красиво. Дальше у нас еще, ой, папочки тоже будет. Там покруче говорят. Ой, папочки. Мы и мамочки все вместе. Мы остановились на смотровой площадке, на верхней площадке. Это озеро Рица. Вот такая красота. А это вот и есть смотровая площадка. И еще и там качели. Но, правда, сейчас не катают никого. Вот, а еще одно преимущество нашего туристического агентства, то, что тур организован на маленьком автобусе, позволяющий подниматься на эту высоту. Большие автобусы сюда не заходят. Наша следующая остановка – это молочный водопад. И вот так вот все готовится. Все готовится на костре. Рыбка жарится, помады. Мяско пропит. Сейчас мы будем пробовать один абхазский обед. Куха из Парыли. А там соляночка будет. Рыба жарится. Ну, прям вообще сказка о Малыге. Вот так вот выглядит наш обед в таком месте. Так, ну что? Давай освободим эти подносы. Обед в горах. Разносы. Лена, ты все убрала. Сейчас вот, пожалуйста. Я хочу тут показать, чего там у нас. Мамалыга. Горяченькая. Салатик разносолый. Ладно. Давайте я вот так вам покажу. Так, это с фасольки соус. Мандариновый сок. Форелька. И хачапору. И чача. За вас, друзья. За Абхазию. За Абхазию. Ты как будто бы уже вмазала. Тихо. Так, ребят. Ну вот. Вот это мяско. Это то, что висело у них прямо над костром. Копченое мясо. Оно прямо такое жесткое. Прокопченое. Вкусное очень. Вот этот сырочек, он тоже копченый. Я его не подняла. Я его не подняла. Я его попробовал. В общем, интересное, очень интересное национальное блюдо. Классно. Ну и самое классное, конечно же, это эти виды вообще. Просто вот я не хотел сказать. Дорогие гости, я представляю ту фирму 101. Экскурсовод на экскурсии в Абхазию. Линда, расскажите, пожалуйста, об этой экскурсии. Коротко. Ну, это золотое кольцо Абхазии. Это обзорная экскурсия. Мы так называем. Потому что на таком экскурсионном маршруте всю Абхазию видеть невозможно, конечно же. Но самые топовые, можно сказать, достопримечательности мы посещаем на такой экскурсии. Это озеро Вица с остановочками по ущелью рек Бзибгега и Юбшара. Мы покоряем высоту 1000 метров. И Рица на высоте 950 метров над уровнем моря. Потом мы по этой же дороге с гор обратно возвращаемся на территорию побережья Абхазии. Дальше нас будет ждать уже город Новый Афон. Маленький, чудный, уютный, красивый с советских времен туристический город. В этом городе Новом Афоне мы посещаем новоафонский мужской монастырь Симона Канамита. Через главные центральные исходы монастыря наши туристы попадают во внутрь храма святого исцелителя Пантелеймона. В городе Новом Афоне у нас также есть там пещера новоафонская. Карстого происхождения. Там шесть залов. Экскурсия внутри пещеры длится в сопровождении экскурсовода час тридцать, час сорок по времени. Пещера летом работает каждый день и каждый турист туда может попасть. По объему второе место в мире занимает. Первая наша остановочка на таком экскурсионном маршруте, который мы утром с вами проделали, это, конечно же, город Гагра. С советских времен курортный город на территории побережья Абхазии, ведущий курортный город, который можно сказать. С советских времен знают колоннаду, это центральный вход Гагарский Креморский парк, зимний вечер в Гаграх где снимали, свою знаменитую чучетку Панкратов черных где танцевал. Вот такие вот красивые места у нас в Абхазии. Приезжайте, мы вам рады всегда. Контакты мы оставим в описании под видео. На озере можно арендовать вот такие катамараны погонять по озеру. 400 рублей стоит прокат таких катамаранчиков. Все вины домашние, они отличаются от заводских винтов. Наши вины без добавления сахара, спирта и диоксида серы. Не превышают 12 гиганусов. Вино дело вкуса. На вкусах и цветах не спорят. Кинзмараули будет наливаться из глины. Да, слаще которое. Мы могли бы хрончик рудом взять и смешивать их. А может сейчас смешать? Вот так выглядит винный двор. Сейчас мы дегустировали и прикупили вина. А еще есть дегустация сыра и копченого мяса. Обратите внимание, здесь выращивать виноград. Дегустируем сыры. Это козий сыр. Козий и копченый козий. Мы сейчас находимся в Новом Афоне. Небольшой город Абхазии. А в данный момент видим территорию мужского монастыря, который образован еще в 19 веке. Вот это вот красота. А вот это почем? Слышно? Чтобы не сядут виноград. Это свежий, свежий. Это сыр у вас, да? Да. Это сыр, да. 250 рублей. Вот смотрите. Самые нижние части. Даю вам большие. Убираем 20. Смотрите, сколько у вас. Возьмите. 250 рублей. Давай. Смотрите, какой еще оказывается огромный базар. Совсем недорогие цены по сравнению с теми домами, в которых мы были. К вам приедут наши туристы. Уже мы забронировали мастер-агентство. И туда приедут наши третьи банки. В общем, интересную историю, конечно, рассказывает нам наш гид. Историю Абхазии. Очень интересная вообще. Те, кто не в теме, кто не вникал. Рассказ, конечно, такой души трепешущий. Потому что народ Абхазии постоянно терпит какие-то нападки со стороны других государств соседних. И каждый раз все меньше и меньше Абхазов становится после каждой войны. И вот большая часть истории – это, конечно же, последняя Абхазо-Грузинская война. После которой очень много погибло мирного населения, местного населения Абхазии. История Абхазии. Спасибо. Да, это действующая железная дорога в Абхазии, такая прикольная станция, как в каком-то кино. Вот, ребят, смотрите, отель Гранд Афон. Свой бассейн, современный корпус, есть территория небольшая. Ребята, вот смотрите, хороший свеженький отельчик. Это район Новый Афон называется. Вот сверху на горе там мужской монастырь. Здесь красивый водопад. Вот так вот здесь все в округе. И, конечно же, будет недалеко от моря. Рядом есть ресторанчик, базарчик. В общем-то здесь есть рядом инфраструктура. Вот кафешечка прям такая хорошая. Вот такая прям цивильненькая кафешечка с мангалом. Ну прям вообще все замечательно здесь. Аккуратненько, красиво. Отель Грифон. Один из популярных отелей здесь в Новом Афоне. Вот здесь рядом с ним еще несколько отелей, которые достаточно свежие. Вот смотрите, такая зона, такие домики есть. Вот отель Грифон. Так вот сейчас гид нам сказала, что это один из первых отелей, который здесь открылся. И он достаточно популярный. И смотрите, в каком месте. Рядом с речушкой, какая тут зона. Отель находится рядом с моря, не более 500 метров. Переходите в наш инстаграм, где много информации о путешествиях. Ссылка под видео в описании. Ребят, вот столовое утро. А это набережная. То есть, совсем доступно. Ну и смотрите как. Внутри я вам покажу. Очень-очень комфортно, уютно. Сейчас мы уже отобедали. Есть столики на улице. Чистенько, аккуратненько. Внутри приятная мебель. Диванчики. Вот так вот она выглядит. Вот такой ассортимент салатов. Здесь вся крошечка. Салатики. Горячие. Все на разносе. Примерно такие цены на супы. Так. Есть отеля кебаб, курочка. Различные котлетки. Вот давайте на цены посмотрим. Котлета пожарская. 149 рублей. 100 грамм. Теревенская. Мойва. Так. Вот здесь есть в разном соусе. Курочка. Долма. Голубь. Пирочки. Пирожины. И вот такая полочка с десертами. Ребят, ну вот смотрите. Мы взяли мясо по-французски. Пюре. Сала. Цезарь. Еще салатик. В общем две порции. Пиво. Две порции. И все это нам обошлось 1147 рублей. В общем и еще добавлю. В общем по ценам вышло так, что реально мы в Алма-Ате так в столовой не кушаем. Ну я имею ввиду столько денег не отдаем. Поэтому для Сочи прямо на набережной вот те цены, которые мы вам показали, мы считаем, что это хорошие. Пляж Чайка. Номер три. Столовая утра. Столовая находится на пляже Чайка. Ребят, мы уже сегодня не собирались сниматься, но вышли на набережную еще раз. Вот смотрите. Да. Чего тут только нет, оказывается. Есть прямо как Азия. Есть магазин копченый, где можно прям пиво попить. Есть массажи рыбками. В общем набережная открывается для нас все больше и больше интересными вещами. Вот смотрите. Здесь вот такой делают массаж рыбками. Сегодня уже гораздо теплее, уже лежаки и зонтики, конечно, пользуются спросом. Людей становится больше. Напоминаю, сегодня еще лишь 20 мая. Опять же для тех, кто когда-то был в Сочи. Лена сейчас сама вот ходит и удивляется. 7 лет назад, когда она последний раз была в Сочи. Сочи воспринимался до сегодняшнего дня. То есть до этой поездки. Так же как и у многих. То есть это Сочи, это какой-то отстой. Полный отстой. Это древний век, Савдеп и так далее и тому подобного. Вот сейчас у нее мнения кардинально поменялись. И давайте мы ее спросим вообще, как она воспринимает сейчас. Ну вот поделись, как ты сейчас в Сочи воспринимаешь после 7 лет пребывания. Не пребывания, а как последний раз ты 7 лет назад была, да? Вы знаете, очень все круто. Поменялось эта набережная. Все, столько много красивых локаций. Вот целый кафе. Сделали такие яркие светучки, купола. И все так вообще прикольно. Ну мне прям вообще напоминает прям не Россию, а за границу какую-то. Вот как. Я даже не знаю, я не могу даже сказать в каких странах как красиво. Бомбично. Прям просто бомбично. Ну вот, посмотрите, какое прям красивое здание. Вот представьте, как приятно смотреть, приятно быть здесь, да? Прям на берегу моря. Вообще здорово, здорово, вообще классно. В Сочи, наверное, может быть даже еще вот несколько лет, за последние несколько лет он стал таким. Ребята, вот смотрите, есть обалденный пляжный комплекс мандарин, который находится прямо здесь на береговой. Вот варианты размещения стоимость. Просто взрослый на бассейне две с половиной. Бунгало пять тысяч. Сейчас покажу. Так, немножечко нам разрешили пройти посмотреть. Здравствуйте. Вот эта часть называется, где бассейны. Немножечко так покажу. Вот такая часть. И бунгало за пять тысяч рублей на целые сутки можно арендовать вход в этой части. Смотрите, как здесь прям хорошо, цивильно. Вот такие бунгало прямо на берегу моря. Вот здесь даже песочек сделали. Ну, очень-очень классно. Очень классно. Ну что, ребят, мы сегодня уже выезжаем. Хотим сказать завершающее слово, так заключение о нашем отпуске. Немножко подгорели только последние дни. Ну, в общем, впечатления, конечно, у нас вообще очень-очень хорошие. Вот, на самом деле, бывают все-таки страны, которые такое двоякое впечатление, да, что-то есть хорошее, что-то есть плохого. Здесь хорошего намного больше, чем плохого, реально. Мы не ожидали, Лена, вот я уж тоже до этого говорил, что она вообще в полном шоке от того, что все так круто изменилось. Здесь вообще обалдеть. Да, мы вообще... Единственный минус – это галичные пляжи. Но это даже, может быть, и не минус, а плюс, потому что вода чистая. Но инфраструктура меня поразила вообще. Чистота, современность. Вообще, на любой бюджет можно покушать. Отели снять тоже можно на любой бюджет, соответственно. Хотите ближе к морю современное – побольше заплатите. Хотите поскромнее, зато будете деньги тратить на другое. Экскурсии шикарные, да, даже Абхазия. Красная Поляна. Ну, вообще, можно и в Центральный Сочи сесть. В местах вообще каждый день можно развлекаться как хочешь. Единственное, что мы не засняли ночную жизнь для молодежи. Да, да, не хватило сил. Да, она тоже есть. И клубы, и бары, и рестораны – все есть, дискотеки есть. Так что я думаю, молодежи здесь тоже будет очень-очень комфортно. Однозначно. Зелено, красиво, все цветет. Порядочек, чистота. Да, вообще. Да. Ну, и в завершение напоминаем, что мы туристическое агентство из Казахстана. Наших туристов, которые проживают в Казахстане, мы отправлять можем в Сочи, из городов России, ближайшие, ну, ближайших городов. В принципе, это самый выгодный вариант. Поэтому, если есть желание посмотреть на это удивительное направление, обращайтесь к нам. Все контакты наши в описании под этим видео. А мы прощаемся. До новых встреч. Пока. Пока, пока. Быстро и легко подобрать подходящий тур на любое направление возможно на сайте eltur.kz. Ссылка на сайт в описании под видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok